Тема такая обширная, что она, конечно, на несколько семинаров годится. И тиснуть с примерами и с философскими обоснованиями в час это достаточно трудно. Но, тем не менее, какие-то особенности. Я не претендую говорить о фундаментальных построениях новой методологии. А вот о каких-то аспектах, гранях этой методологии, ее особенностях и, может быть, принципиальных отличиях от методологии, которой до сих пор пользуется традиционная парадигма, даже при назревших уже изменениях в силу самих открытий в науке существующих, достаточно революционных изменений, инерционность парадигмы очень сильна. И поэтому многие результаты открытий, которые относятся уже, наверное, к следующей ступени развития научных знаний, по инерции оцениваются и анализируются с позиции старой парадигмы и применяются к ним, к тому, что сам материал требует нового, применяется методология старая или измененная не столь принципиально, как это требует само взаимодействие субъекта и объекта исследований. Он главный субъект увидится. Итак, научное знание подошло к определенным пределам, требующим для сохранения самой жизни на Земле коренных пересмотров смыслов и стратегии развития. Это, я думаю, что понятно уже очень много. И в исследовании человека, природы, самого себя, космоса открываются совершенно новые грани, открываются новые горизонты природы, материи, состояния бытия самого. И для этого понимания, для этого постижения нужна перестройка, преобразование самого человека. Так случилось, что очень сильно опередило за 300 лет науки, после ньютоновской науки, можно говорить так, хотя, конечно, была и натурфилософия, были определенные изыскания, которые можно отнести к научному познанию мира или границам научного познания мира, потому что они были тесно связаны с философией и тесно были связаны с религиозным способом познания мира до ньютоновской. Да и сам Ньютон был на границе, в общем-то, этих перемен, и перемены оказались в значительной степени для самого Ньютона и для его представления в степени трагическими, потому что те идеалы, те вдохновения, которыми он пользовался при своих и философских, и математических обоснованиях мира устройства, при уйде законов, они остались во внешнем своем проявлении, а духовное их содержание и его внутренние сокровенные, как бы, изыскания, которым он отводил много лет, алхимией он занимался около 30 лет, Ньютон в Тринитаре колледже, и философия, которая, можно, конечно, во многом не соглашаться с его представлениями философскими современных позиций, как и рианство, например, но, тем не менее, искание человека, который серьезно посвящал работу свою мысль и тренировал работу мысли над апокалипсисом, над пророчеством книг Даниила, и пытался перевести это в научное знание с математическим аппаратом, достойно уважения, как сам метод, как подход сам к этому. Наверное, здесь можно сказать, что не случайно на этой границе, когда от него осталась чисто внешняя вот эта вот сторона, оказалась фигура с гуком, спорт с которым продолжался достаточно долго у него. В письмах Махатин по этому поводу сказано, не в пользу гука, о том, что гук занимался подробностями и описаниями внешних форм, игнорируя внутренние связи. И это является с позицией Махатин одной из существеннейших причин того, что спорт с Ньютоном просто был на разных языках, на мировоззреннических разных языках, на разных позиций. Ну а в последующем научном сообществе это как бы осталось узаконено с позицией тех представлений, которые потом развивались. Но надо сказать, что еще в античный период реализованная ценность внутреннего мира, эстетическая ценность, эстетическая ценность прознания приравилась к полноте бытия. И Платон считал единое или благо, тождество бытия, добру, красоте. И уже тогда было явлено подобие синтеза в его философии. Хотя еще не было проявленной науки, но научное прознание, пойдя разной степень рациональности, в которой преобладал анализ, стало превращаться, или возвращаться, даже сказать, в лоносинтеза. А философско-мировоззренческим катализатором этого процесса в наше время мощным катализатором явилось появление тайной доктрины Елены Петровны Блаватской. Рациональность научной деятельности, с одной стороны, имеет методологическое и аксиологическое взаимосвязанное содержание. С другой стороны, как доказывает в своих исследованиях наш друг, коллега из Петербурга, Эрн Георгиевич Баранцев, она сама является органичной частью семантической формулы системной триады, рацио эмоцио-интуиция. А любые триады нужно рассматривать именно системные, это не Геогелевская триада переходная. И системная триада применяется как ключ. Ее нельзя расчленять, чтобы не было ущерба, нанесено какой-то из составляющей этой триады. И вот такой синтез очень созвучен с тем, что уже много раз было высказано Рерихами о том, что наука становится уже и искусством. И познание научное становится искусством. А искусству свойственно не только творческий подход, но и определенный индивидуальный подход, субъективный подход. То есть научное знание в наше время все больше окрашивается субъективизмом. Субъективизмом оно с одной стороны окрашивается, потому что применяет в научной методологии дедуктивный метод от общего к частному. Он уже в большей степени зависит от определенных предрассудков, устоявшихся мнений, которые опять-таки поддержаны энергией парадигмы, чем индуктивный метод. Но в живой этике и в традиции исследований, которые поддержаны учителями, преимущество дается индуктивному методу. Мы об этом поговорим немножко попозже. Но именно в индуктивном методе возникают скачки, возникают своего рода качественные переходы, которые выходят за рамки рационально-логического аппарата и уже нуждаются для реализации вот таких вот озолений в то, что называется интуицией. Хотя на самом деле наш термин интуиция является только одной из составляющих комплекса, тоже достаточно органичного комплекса, который включает и воображение, и оперцепцию включает, и концентрацию включает. То есть те качества сознания, на которые делает очень большой акцент живая этика. И сам исследователь, что очень важно для нашей темы, сам исследователь становится одновременно инструментом. Хотя это слово очень механистичное, не могу найти какого-то достойного эквивалента, но он становится вот инструментом познания, где его внутренняя природа начинает взаимодействовать с внутренней природой познаваемого объекта или других субъектов. Но одновременно, что очень важно, идет познание самого себя. Идет познание и преображение самого себя. В традиционной классической парадигме этого не было. Традиционная классическая парадигма имеет вот этот самый жесткий дуализм, который разделяет субъект и объект и даже формулирует определенные методологические принципы для этого, которые были сделаны Фрэнсисом Бэконом, а потом развиты Декартом и уже в последнее время появились не только в последнее время, уже в XIX веке появились уже модели, которые понимают неполноту такого рода подхода и ограниченности. У меня просто нет времени останавливаться на подробном написании тех принципов, которые провел Бэкон. Могу только сказать, что одним из таких достоинств Бэкона было то, что он уже развенчивал Аристотель в логику, на которой в значительной степени держалась наука после Ньютоновская, ну и схоластические разные построения держались, и духовная составляющая в индуктивном методе, которому тоже Бэкон придавал большое значение, у него присутствовало. Хотя в силу того, что само познание, имея определенный циклический волновой спиральный характер, погружалось в материю, и умследователи методы погружались в материальный мир, они грубели, они костенели, и ту составляющую, которую пытался дать импульсам, может быть, на несколько веков Ньютон, и другие мыслители, продолжающие Бэкон, Больтон, и так далее, вот эти некоторые духовные составляющие, они просто рассеялись, были игнорированы, или не стали доминировать в предмете научного познания. Таким образом, вот господствующий около 300 лет в науке рациональный способ познания, он основан на критериях материалистического и механистического мировоззрения стал приводить в какой-то степени к саморазрушению рациональности по мере вынужденного выхода за границей системы априорных критериев. А априорные критерии, естественно, для познания нужны. Так как развитие внутри самой системы утрачивает способность эффектно оценивать ее динамику и качественные изменения. То есть начинает работать теорема Гёделя о неполноте, из которой, как в частности, ну, в теореме Гёделя очень много есть разных взглядов и рассуждений, ну, вот мне близко позиция Василия Васильевича Налимова, он обосновывает, что мышление человека полнее и насыщеннее ее аксиматически до дедуктивных форм. И любая формально-логическая система будет включать истины, которые нельзя доказать, не выйдя за пределы этой системы. Непротиворечивость системы нельзя обосновать средствами, построенными по ее логике, по внутренней логике этой системы. И чрезмерная логизированность науки, как и догматизация религий, мешает космизации сознания и его расширению. Мы понимаем, что самый такой полноценный аккорд вот в этой системе изменений и самой науки, и методологии науки, способа познания дали, конечно, мыслители-космисты. Здесь в этой аудитории не надо это обосновывать достаточно. Но как в матрешке всегда присутствует что-то взятое из прошлого. Присутствует и архаическое мышление, сохранившееся с древних племен вплоть до 17 века, которое уже связывало человека с видимой и невидимой природой и одушевляло все его проявления. и там уже присутствовали ритмы божественно-космических и стихийных сил, которые пытались согласовывать, причем согласовывать в мирах богов, духов, людей, стихий, животных, растений, камней. И в представлениях многих древних народов не было таких непреодолимых границ между жизнью и смертью. В их сознании происходили постоянные смены состояния единого бытия, которым они были глубоко сопричастны. И конечно, в природе самого человека как бы к этому не относилась наука и каких бы ограничений она не требовала, при всем достоинстве, естественно, необходимости определенного этапа научных познаний никто это не отвергает и никто не отвергает рациональное знание. Но вот эта составляющая самого главного инструмента познания, самого исследователя, ученого, она была оттеснена теми представлениями, умозрениями или принятыми установками. Но надо сказать, что даже для порождения гипотез, без которых наука не обходится, уже возникают определенные мнения о гипотезах. И вот иногда это приводит к очень серьезным разногласиям, непонимания того, что иногда даже терминология, состояние систем, например, терминология, в нее вкладываются разные смыслы и свои представления. Ну вот такая школа есть, я забегаю вперед, простите, у меня такая манера, фокош школы есть, и, знаете, он попытался обосновать и объяснить вот этот спор Эйнштейна с Бором, который фактически породил новое представление, квантово-механическое представление и привел к совершенно новым методологическим принципам. И вот в этом споре, как считает Фока, это очень авторитетный физико-ученый, по-разному оценивается само слово состояние микромира, состояние частицы. И поэтому состояние сознания, которое подходит к измерению состояния с условным пониманием этого состояния микромира, уже создает определенную неполноту. И именно из-за этой неполноты и происходит этот спор между такими гигантами, как Эйнштейн и Бор, причем естественно это дополняет еще сама парадоксальность не только самого предмета поведения микрочастиц ради которого и была написана знаменитая статья Эйнштейна Розанова и Подольского и сам принцип неопределенности Гайзенберга. Он уже порождает такой многомерный подход к этому. Я напомню для аудитории, которая не знает, что мы будем возвращаться к этой теме, о том, что принцип неопределенности, который в значительной степени лег в основании квантовой механики, он говорит о том, что нельзя одновременно измерить импульс и координаты частицы, чтобы это не привело к ущербу до той или иной составляющей. То есть, измеряя более точно импульс, мы теряем в точности, рассеивается эта точность, измерения координаты и наоборот. Ну, это вы можете прочитать отдельно, но к чему я это говорю? А к тому, что вот некоторые положения, которые оказались революционными для смены парадигма, для смены методологии, они уже зрели в самом сознании. И это сознание не ограничивалось сознанием ученых. То есть, есть какая-то предопределенность смен не просто парадигм, а картин мира. И смены картин мира, которые происходят, а научная картина мира является частностью этих смен, она происходит в самом человеке. Она происходит в природе самого человека. И в нем действительно содержится и архаическое мышление с этой целостностью, в нем содержится и средневековые представления, которые могут в искусстве выражаться в обратной перспективе и частично в науке. В нем содержатся и те не очень понятые в начале развития науки представления Платона, которые потом уже вошли как симметрии, как универсальные симметрии, которые потом уже вошли и узаконились в научном понимании, сильно проявились уже в таких достижениях, как теория струн или суперструн. Ну, давайте вернемся обратно-назад и посмотрим, как это мышление влияло на сами качества сознания и на чувства человека. Если мы говорим, что в науке уже узаконены интуитивные подходы, озарения, я приведу конкретные примеры с учеными этих озарений, их цитаты приведу, как это происходит, и психологи пытаются разобраться в механизмах этих озарений, но они уже стали внутренним содержанием развития научных знаний. Причем это знание уже в современной науке никто не пытается свести чисто к эмпиризму. И Эйнштейн даже достаточно критично относился к тем исследователям, которые пытаются чисто через эмпирический метод доказывать правомерно столь или теории. Теории рождаются уже на кончике пера, как открытие позитрона у Дирака там, например, это было. Ну, смотрите, индейцы-амазонки знали до 300 наименований зеленого цвета. Из кемосы несколько десятков наименований снега. Древние греки по вкусу рыбы могли судить, где она была поймана. Куда это все делось? Зачем это все нужно было человеку и природе? Душа и тело древних греков были органично связаны. Слияния их были синкретичными, и это видно из произведения античного искусства. Их чувства отличались от более кристаллизованных чувств наших современников, у которых душевные и телесные восприятия часто имеют малопроницаемые границы. И в истории человечества такой подход в искусстве, где это узаконивалось, привел просто к трагедии. Эта трагедия была, может быть, не все это оценили и поняли, откуда была причина, но настоящая наука должна обязательно искать причину всего происходящего. И когда мы говорим сейчас о научном познании, и когда я пытаюсь говорить о другом способе восприятия людей, я говорю все-таки о причинах, как бы это ни показалось странным по отношению к самой парадигме научной, к тем узаконенным ее правилам и рецептам. Почему-то? Потому что сам носитель и сознание, коллективное сознание человечества, если хотите, языком вернадского, рождение новых слоев наосферы, оно связано с этим опытом человечества и никуда от него не уйти. Мы являемся следствием этого опыта. И поэтому, говоря о методологии, нужно говорить о том мироощущении и самодействии с миром, который был у людей, когда и не было этой самой науки. Ну так вот, и разлад, и распад живой материи, который связан с этой кристаллизацией в начале 20 века привел к появлению в искусстве кубизма, футуризма, основоположник которого, Маринетти, ставший правозвестником фашизма, проповедовал просто бездуховно отчужденные от культурных традиций форму искусства и призывал вообще к низвержению рациональности и логики. Вместе с этим складывал гимн о рождении механического гибрида человека-машины. Понимаете, откуда ноги растут? Вот нам нужно прослеживать и эти связи, хотим мы этого или не хотим, ради просто честности подхода к самому предмету. Конечно, Древний Восток органично сочетал философские, художественные, рациональные, иррациональные и прикладные знания. В Древней Индии со времен Махенджа Дара и Харапа, это около 3000 лет до нашей эры, знания включали богатую письменность, древние дровиды применяли десятиричную систему счета, от которой произошли арабские числа, они владели металлургией, ювелирным и гончарным искусством, была налажена система меры весов, город отличался продуманной геометрической планировкой, богатой инфраструктурой, библиотеки, храмы, парки и системой водоснабжения, утилизацией мусора и канализацией, улицы освещались люминицирующими растениями и фасоли, содержащими соединениями, это все 3000 лет назад, да и сейчас в египетских пирамидах находят эти самые освещения на стенах, краски специальные люминицирующие, я не говорю сейчас о той составляющей, каким способом зажигались эти краски, а зажигались некоторые из них психической энергией, понимаете, не как у нас автоматически инфракрасный датчик реагирует на входящего человека по его температуре, ну, отнесем это пока что к разделу гипотез, не будем на этом настаивать, к пятому-шестому векам до нашей эры относится творчество математика и астронома Ариабхата, который создал целую энциклопедию накопленных до него знаний. Древние индийцы открыли ноль, знали точное выражение числа пи, владели сложными алгебраическими геометрическими познаниями, их единицы измерения имели шкалу, начинающуюся от величины соизмеримой с атомом и кончающейся парсеками. Зачем? Зачем нам нужны были ангстремы и зачем нам нужны были парсеки? Просто мы делали выставку научные достижения древней Индии и я работал в Тюрбате в институте санстритологии, где вот видел все эти древние таблички, мы с нашими востоковедами делали переводы этих табличек и в Индии проводили семинары, и здесь проводили семинары, кстати вот здесь вот в этих залах открывались участие посла Индии, в Петербурге эти самые выставки, и потом она ходила по всей России, были научные дискуссии по этому поводу, где десятки направлений науки были представлены в древней Индии, хотя на всех учебниках современных западного мира они фигурируют как открытие западного мира. то есть искусственно отделяется огромнейший пласт познаний, включающих уже значительные элементы научного познания от того, что у заполненных западной традиции и на чем строится западная цивилизация. Но если мы говорим о эволюционной неизбежности этого синтеза, мы обязаны говорить о возвращении этих знаний востока в облона западной науки, об обогащении, о самодействии, о трансмутации этой системы знаний и о том, что то, что уже себя изжило, должно очищаться и уходить. А в человеке, в китайском представлении, мыслить о Древней Китая, в политико-философских образах описывали рождение человека из океана изначального мирового духовного эфира Ци. И он сгущался подобно льду из воды, становился человеком, потом с его смертью растворялся в едином океане. Растворенные души, согласно Конфуцию, были вне зависимости от расстояния, связаны через природу самого Ци, резонирующими струнами, и все в природе подчинялось этим однородным созвучиям и притяжениям, находящим друг друга в огромном многообразии проявленных форм и свойств энергии Ци. Но таким же образом ведут себя и микрочастицы, таким же образом, если принимать нелокальность к чему приводит квантовая механика, таким же образом и взаимодействие и поведение частиц определяется. Если мы меняем свойства одной частицы самим измерением, меняется другая частица порожденная вместе с этой, и с ней связана, где бы она ни находилась. И мгновенно это происходит. Понимаете? То есть то, что на другом уровне представлений, ощущений, философских обобщений и, главное, внутреннего опыта знали народы разных стран и эпох, сейчас становится уже предметом науки. В дух каждой эпохи свойственные стили мышления создавали свои модели мира и руководствовались ценностными ориентирами, но, например, если физические системы измерения реальности, Эвклидов, Толомея, Коперника, Ньютона, Эйнштейна становились исторически значимыми, но преодолеваемыми этапами развития науки, то мифологическое, художественное, философское и религиозное отражение мира в большей степени несло неутраченную эстетическую и этическую ценность. Синтез этого опыта, самопознание и творческое самоображение человечества создавал единый организм культуры. Наступает время, как на этом настаивали Рейхи, когда наука должна вернуться в лонокультуры. А лонокультуры это уже основа бытия, как говорил Рейх, и это уже немыслимо без синтеза, это немыслимо без сердца, а не только рациональное оппознание, которое больше связано с мозгом. То есть у самого человека включаются другие органы, не только внешне-физические, но главное внутренние органы познания этого мира. методология вернемся. Методологию науки можно определить как учение о принципах и формах организации научной деятельности и совокупности методов, приемов и способов познания и преображения действительности, необходимых для получения знаний и их дальнейшего использования. При этом, конечно, сама методология становится важным разделом познания, который включает также и философские науки. И научная деятельность, ориентированная на открытие и усвоение нового знания, этим не исчерпывается, так как порождает в своем процессе новые формы мышления, иррациональные, иррациональные, например, интуитивно, о чем мы немножко сказали, и создает различные приборы, установки, методики, применяемые как в науке, так и за ее пределами. То есть наука выходит в другие сферы жизненных отношений, и это обратные связи. Иногда пагубные для науки, когда экономика начинает руководить наукой, или куда двигаться науки, определяет Центральный комитет Коммунистической партии, а иногда полезные для науки, потому что наука чувствует определенные границы своей несостоятельности. Надо сказать сразу же, что научная парадигма, научная парадигма, она, и мы обязаны, в общем-то, в значительной степени самому термину парадигмы, книге Куна «Структура научных революций», которая произвела определенную революцию в науке, в философии науки, «Структура научных революций» произвела, но этот термин заимствован из грамматики и означает некоторую систему общепринятых представлений. Более точно определить это, наверное, уже с наших позиций. Парадигма есть некое интеллектуальное поле, размытое поле аксиом, определяющих, что есть научное в науке, и волей-неволей, что есть ненаучное. Парадигма хочет или не хочет по своей природе защищает науку от проникновения в нее сорняков. Но мы можем вспомнить слова Норберта Винера о том, что математику создают 5% математиков, а остальные 95% выполняют защитную роль, ограждая математическую науку от засорения недостаточно строгими построениями. Но как это делается? Ведь доказательство строгости этих построений опять-таки связано с тюремой Гёделя. И не выходя за границы, как определить, что есть сорняк, что есть не сорняк, а что есть зерно будущей истины, которое сеется в это поле, закрытое забором парадигмы. А забор парадигмы держит на себе целые школы, целые традиции, которые вырождают творческое мышление. Ну, вы все знаете, есть лидер школы, он уже академик, на него работают аспиранты, на него работают докторанты, он везде подписывает, и он, естественно, держит церберски эту старую парадигму. и для него то, что не укладывается в эту систему ценностей, которая, может быть, понимаете, уже вся пронавтолина, это сорняки. Система нуждается в определенной открытости. Но парадигма, конечно, играет двоякую роль, положительную, потому что она позволяла ученым сосредоточить свое усилие в некоторых четко заданных направлениях. И отрицательно, когда вот она начинает тормозить появление новых идей. А вы сами знаете, по выражению Бора, безумные идеи и гипотезы в момент их возникновения, они, эти идеи, которые и создают эти скачки, они могут казаться вполне сорняками большинству. Но без них нет развития науки. Опять определенный парадокс. Все в парадигмы точных наук не укладываются возможности изучения самого человека. Оно, конечно, материалистическими методами, приемами науки человека это делают. Но в глубине самой проявлений психики человека есть вещи, которые невоспроизводимы. Есть вещи очень индивидуальные, которые относятся уже к индивидуальным формулам, как говорит учение живой этики. Это, прежде всего, измененные состояния сознания, которые описаны и в психологии, и в психиатрии чрезвычайно слабо и чрезвычайно искусственно. Это одна из причин, почему психиатры сами становятся больными чаще всего. Но главная причина, но главная причина в том, как говорит Махатна, главная причина, если уж этого мы коснулись, в том, что им неизвестен надземный мир, им неизвестен тонкий мир, им неизвестна законы, которые управляют внутренним человеком. Им неизвестно, что мысль материальна, что она обладает целым набором свойств и закономерностей. Но развитие самой науки приводит через эти скачки, в том числе интуитивные скачки, скачки, когда они оплодотворяются именно этими качествами сознания самого ученого, хотя в следах и в следствиях этот процесс выбрасывается или к нему относительно пренебрежительное отношение, потому что трудно его понятие описать, как произошел этот скачок в кондуктивном мышлении. Но вклад этого, вклад этих энергий в результат есть. И это тоже зерно, которое начинает прорастать в результате. Прорастать начинает через мышление. Мы это можем называть информацией, мы можем называть это информационным полем, мы можем его отчуждать, информацию от других видов энергии, если хотите. Да даже многие просто говорят, что информация не энергия, есть и такие вот направления, а есть и попытки информационно-энергетических объяснений, особенно что касается уже экстрасенсорной деятельности человека, исследований каких-то для традиционной науки парапсихологических феноменов не очень свойственных традиционной науки. но хотим или не хотим, но за информацией стоит мысль. За информацией и даже за нашим этим самым интернетом стоит определенная антология первичной материи Акаша. И когда о методологии говорят учителя, они прямо на это указывают. Они прямо указывают, что без знания Акаши, без знания вот этой первопорождающей энергии, все остальные наши познания становятся искусственными, убогими в чем-то, понимаете, неполноценными, но эта неполноценность дает определенные напряжения, она создает стимулы определенные и происходит в тену, которые беспредельны, конечно. Ну, некоторые, значит, там предлагают выходить из этих самых парадоксов существующих в психологии, например, тем, что если лидирующий журнал в школе какой-то дает определенную картинную установку, то создавайте, как в Америке, сотни журналов, и в сотни журналов давайте разную картину, понимаете, но это уже там вынужденный, не очень как бы серьезный подход к такому явлению. Современная наука пользуется следующими основными методами. Индукция и дедукция, анализ и синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, сравнение, аналогия, описание, объяснение, предсказание, гипотеза, подтверждение, опровержение, моделирование, формализация. Процитирую еще раз, это есть в аннотации, на то, что говорил Николай Константинович, в своих лучших открытиях, наука оказывается искусством, подобный выражающий научный синтез навсегда запечатлевается в человеческом мозгу как нечто непреложно убедительное. Так наука перестанет быть набором условно подобранных фактов и торжественно двинется к овладению новым мышлением, введя за собой человечество. Наука уже вступает в такую необъятную область исследования, как мысль. Основными методами получения практических знаний в науке являются наблюдения и эксперименты. Конечно, в науке, как и в других сферах человеческой деятельности, выбранный метод не гарантирует успешного результата, ибо его применение зависит от мастерства исследователя. И здесь начинает работать индивидуальный фактор, с которым в научную деятельность принято считаться гораздо меньше, чем в искусстве, где без композитора, художника или поэта не возникает творения. Многие исследования начинаются с мысленных экспериментов. Да и любая гипотеза требует определенных качеств, которые использует тот же художник, например. Ну, в разной степени, конечно. Признанная научная методология допускает мысленные эксперименты. Анализ начинается с мысленного разделения предметов, составляющих его части или стороны, в то время как синтез подразумевает мысленное объединение в единое целое, расчлененное анализом элементов. Анализ устанавливает специфические качественные и количественные иные отличия, а синтез позволяет найти существенные общие свойства, объединяющие части и единое целое. Абстрагирование, идеализация, обобщение, аналогия, моделирование, индукция, дедуция, выдвижение аксиом, построение гипотезы, теории, конечно же, создание писательных методов, изучающих явлений, словесных, графических, схематических, символических, математических, также невозможно без участия в мысли человека. Однако, нужно помнить, что на мыслительные способности человека влияет весь взаимосвязанный комплекс психофизиологических, социо-культурных, природно-космических и многих индивидуальных и личностных факторов и условий. Таким образом, поскольку выбор методов исследования, их последовательность, сочетаемость и согласованность, умение их применять зависит от вышеуказанного комплекса, а также от широты сознания, творческих способностей и других особенностей, определяющих мастерство ученых, то можно утверждать, что чем более целостные и многоплановые явления или системы мы исследуем, тем в большей степени будем вынуждены основываться на приоритете знания и индукции. При этом в будущем в науке откроется больше возможностей использовать иные способы познания, скрытые способности самого человека или живых организмов и создавать качественно новые инструменты и приборы. Новая ступень познания будет направлена прежде всего к сути, к причине, которые открываются в метанауках. У человека в нынешней ступени эволюции рождаются новые органы познания. Для того, чтобы применять интуицию, нужны органы этого познания. А они развиты очень слабо у большинства. И если они были развиты в других субстанциональных основах у древнего человека или даже у греков, вот эти примеры, которые я приводил с восприятием мира и окружающего, то сейчас наступает этап, когда они должны включать в себя те структуры космоса, структуры очень высоких тонких планов, которые будут уже одухотворять эти физиологические, психофизиологические структуры самого человека. Тот же там понимаете гипофиз, эпифиз и так далее. Эти свойства человека в учении живой этики называются чувства знания и духа разумения. Они связаны с определенными субстанциями, которые начинают открываться не случайно, даже в современных научных исследованиях, хотя и терминология разная, но на самом деле, когда мы сейчас уже подходим к исследованиям микромира, и квантовая механика дает даже в экспериментах серьезное обоснование того, что связано связано, связывать нужно процесс измерения и состояние объектов исследований с сознанием человека, когда человечество вышло к исследованию космических факторов, космических масштабов, когда он узаконил антропный принцип космологии, малый и большой, где нужен уже там свидетель всех этих процессов и наблюдатель этих процессов, единый связь между этим микромиром и мегамиром осуществляет сознание и это не просто сознание среднего исследователя, который кончал школу и вуз, где вообще ничего не говорили о мысли, о природе мысли и который стихийно применяет эти силы и способности, а это сознание, в котором этот средний мыслитель является десятой там или сотой производной отражения великого сознания единого. Ибо все, с чем имеет дело наука, это тот или иной аспект Майи. Это мираж. А как говорится в учении, мираж не является действительностью, но сам является действительностью. Казалось бы, парадокс, но субстанцию он обладает он вызывает определенное восприятие, определенные образы мираж, ощущения вызывает. Это не только порождено, понимаете, какими-то предустановками самого человека. Мираж могут видеть многие люди одновременно. Мираж имеет цикличность проявлений. Сотни лет, как на Байкале там, например, проявляются миражи. За этим стоят определенные веки исторических событий. За этим стоят, если хотите, определенные волны воплощения некоторых слоев акаши, которые через свои отражения создают уже на других слоях атмосферы такого рода зеркалая рефлексия. Да по большому счету, если даже не вспоминать Лейпница с его монадами, хотя он, наверное, первый об этом сказал, что все монады отражения друг друга, дополняю в этом и одухотворяю в этом ту субстанциональный подход, который дал Спиноза. В тайной доктрине Елена Петровна как раз подчеркивает важность вот такого подхода через именно систему зеркал и как-то связана с самим сознанием, с самим познанием. В каждом из нас работает вот это королевство кривых зеркал, ибо мы отражаем на внутренних планах сознания, в их субстанциях, через энергию психическую, которая работает в своих многообразных проявлениях, мы отражаем разные свойства не только окружающего мира, но и внутреннего мира. И не просто отражаем, как большинство стихийно, мы можем фокусировать, в учении много говорится о значении фокуса. Фокус позволяет концентрировать психическую энергию и сознательно ее направлять. Ту психическую энергию, которая развита, конечно, везде. А что такое психическая энергия? А психическая энергия с позиции учения является взаимодействие океана огня с мыслью. Мысль высекает определенное качество психической энергии. И когда мы говорим о порождении целых миров, мы сейчас подойдем к квантовой механике, которая узаконивает эти порождения многомирности, мы должны говорить о том, что эти миры в нас самих. Они разворачиваются, эти миры разворачиваются просто постепенно в силу законов каких-то циклического развития из нас самих. И они связаны с этим единым, с этим единым свидетелем, с этим главным наблюдателем. Недаром и в гранях агни-йоги, учений, часто очень говорится об этом рекордёре, который сидит на берегу реки и наблюдает всё течение жизни, все эти приходящие процессы. И он, конечно, относится к высшей действительности, а всё остальное относится к очевидности. Все наши чувства, все наши эмоции, все наши формы, в которые мы приходим, это всё проходит. А вот эти основы остаются. И вот знание основ помогает понять причинно-следственные связи, без которых нету науки. Поскольку выбор методов исследования, их последовательность, сочетаемость, согласованность, умение их применять, зависит от целого комплекса, которым обладает сам человек, и от его широты сознания, то чем больше, как я уже говорил, широта этого сознания, тем больше будет использовать приоритетный использование синтез и индукцию. И новая ступень познания обязательно будет приводить к сути и причине, которые открываются в мета наука. Вспомни того же самого Ньютона, он достаточно честный человек был. Он уже в конце жизни говорил, я не знаю, что будут думать обо мне грядущие поколения, но я сам представляю себе ребенком, который на берегу океана нашел несколько выброшенных на сушу раковин, тогда как сам океан в своей неизмеримости и непознанности по-прежнему стоит перед его взором как великая неразгаданная тайна. Он уже открыл законы движения небесных тел, приблизился к тайне мироздания как целого, как единого. Его мысли не хватало просторов видимых небес и искал ответы в математической гармонии этих сил, определяющих структуру мира, метафизики, в алхимии говорил и так далее. В разумной живой основе космоса, как он вообще говорил, как это живое вместилище этого всего. С 19 века вот это научное познание все больше сосредотачивается на утончающихся объектах исследования. Электроны, атомы, ядро, изотопы, поля, лучи, частицы, микромира. И пытается понять и воспроизвести, преобразить атомную и молекулярную структуру материи. С другой стороны, мысль идет в космос, о чем мы говорили. Миры соединяются в самом человеке. Философское обобщение фактов, получаемых при изучении мира квантовых мельчин и мира звездных скоплений, все чаще наводят непредвзятых исследователей на необходимость признания предустановленной гармонии мироздания, его разумного порядка и даже глубинной связи с ним сознанием, как в том же антропном принципе в космологии. И в парадоксе Эйнштейна-Розеноподольского в квантовой механике. Конечно, все начинается с мысли. И конечно, невозможно в подходе к этому синтезу вот это все многообразие вместить. В грани огней йоги говорят, на практике убеждаетесь в том, что всего знать невозможно, насколько разрослись теяты познания. Но можно выбрать те отрасли знания, которые наиболее звучат, и все остальные стараться обнять не в деталях, но в синтетическом понимании их как частей единого целого. При синтезе и смысл частности становится понятным. Огненное сознание в состоянии охватить очень многое, но знать все невозможно. Специальность без синтеза подобна развитию одной части тела за счет других, и ущерб всем остальным. Знание основ, на которых держится мироздание, дает синтетическое понимание целого. основы основы говорят именно о том, что формы меняются, а вот самые принципы, на которых они строятся, остаются. Я уже вроде говорил здесь, напомню очень быстро, эти основы, двуполюсность каждой проявленной вещи, единой в себе, но двойственной в проявлении, цикличность спирали больших и малых явлений, жизнь и смерть формы, как выражение вечной сущности жизни, бессмертной в себе, вневременность и внепространственность духа, проявляющаяся во времени и в пространстве, бессмертие духа, пресмертности и временности облегающих его оболочек, непрерывность его существования, беспредельность во всем, выраженная видимых предельных формах и познаваемость через них, беспредельность иерархии света и лестницы жизни проявленных форм, эволюция сущего, огненное основания проявленного мира, бесконечность миров видимого и невидимого глазу космоса, беспредельной возможности развития могущества духа, сужденного человечеству от начала времен, и путь бесконечный по звездам, мир двойственный, мир тройственный, мир семеричный, все в человеке, в микрокосме его, воистину, сказано в убоге. Это из грани 1 июля в 60-й год. Вот это вот. Час уже. Час уже? О, Господи. 51 минута, говорится. 51 минута, говорится. Давайте я на примерах остановлюсь тогда некоторых из-за такого цепнота, потому что, конечно, тема, я повторяю, тема требует очень такого интересного раскрытия. Особенно я хотел какие-то примеры привести из парапсихологических исследований, из того, что выходят на эти границы уже в той науке, которая прорывает, растет и меняет парадигму, что очень важно. Но всем, наверное, всем, наверное, известна, конечно, вот такая фигура, как Никола Тесла. Дело в том, что вот постановка мысленного эксперимента, как методологический подход, целесообразно вспомнить, что исследование применял еще и Галерий. И в истории науки вот такой вот исследователь, как Тесла, является, конечно, ярким примером применения мысленного внутреннего эксперимента. фактически Тесла – это йог в науке. Вот что он сам говорил в апреле 21-го года в интервью, опубликованном в American Magazine. Заголовок этой публикации, этого интервью, был «Заставьте свое воображение работать на вас». Тесла, описывая свои необычайные способности, отметил, что некоторые люди берутся за выполнение какой-то работы без должной подготовки и сразу же тонут в деталях, вместо того, чтобы сосредоточиться на главной идее. Вот то, что мы, значит, как раз приводили, например, только что. В итоге получается результат. Они жертвуют качеством. В отличие от них, Тесла, почувствовав необходимость в новой разработке, мог на месяцы и даже годы остановить эту идею на заднем плане своего ума, как он сам говорит, и не сосредотачиваться на ней, в этот инкубационный период. Интересно, это его слова «инкубационный период», который он сказал в 1921 году. Исследственный исследователь вот этих всех интуитивных прозрений в науке великих ученых, он делает целую коллекцию, а Адамар в математике, везде, он говорит о том, что свойственно всем этим людям, это и Кекули, это и Менделеев, это и Гаусс, это и Вернацкий к этим людям относятся, инкубационный период, вызревание перед скачком интуитивным, вот этим. Это уже какая-то закономерность. Есть в научных кругах описание этого. И вот этот термин, оказывается, вводит Тесла. Через некоторое время, после этого периода, начинается интенсивная стадия осознания конкретной проблемы, его глубокое прочувствование. Вот что пишет Тесла. «Чувство это настолько убедительное, словно я уже нашел решение проблемы. Я пришел к выводу, что на данной стадии подлинное решение и в самом деле уже находится в подсознании, хотя может пройти еще немало времени, прежде чем оно дойдет до сознания. До того, как сделать набросок на бумаге, я мысленно прорабатываю всю идею. В уме я изменяю конструкцию, вношу исправление, даже включаю устройство, никогда не делая чертеж. Я могу дать мастеру размеры всех частей, и в законченном виде они будут соответствовать друг другу настолько точно, как будто сделаны по следующим чертежам. И мне не важно, в уме или в мастерской испытываю я свою машину. Изобретения, которые я делал таким образом, всегда работали, и за 30 лет не было ни одного исключения. Мой первый электродвигатель, вакуумные лампы для беспроводного освещения, турбина и множества других устройств, все это разрабатывалось именно так». Понимаете? Значит, этот метод можно узаконить. Этот метод можно узаконить. То, что происходило в ее творческой лаборатории, похоже на удивительный, почти алхимический процесс. И его духоражумение, если уж говорить о искусственном учении, порождает чувство знания, оно воплощается в конкретных, конденсированных формах. Вот эти проформы, которые находятся в других мирах, человек с такими способностями материализует в конкретных и конденсированных конструкциях. Такая степень умственной йоги, владеющей целостностью восприятия всей системы, пока доступна только генем. Но о таких же возможностях говорит и Махатма. И когда он тоже касается о том, что нужен совершенно другой методологический подход. Он говорит о том, как действуют адепты с этой субстанцией. Они в себе эту субстанцию, отождествляясь с ней, начинают из нее материализовывать имеющиеся в ней наборы форм. Причем распознавая эти наборы форм. У нас нету времени, к сожалению, я перейду... Все-таки... Можно голосование на вопрос поставить? Дело в том, что музей до 9. Музей до 9, да. А сейчас сколько у нас? Сейчас 70. Нет, я не буду ставить вопрос. В этом голосовании у нас не митинг, а семинар. В семинаре есть определенный порядок, и мы будем его придерживаться. Михаил Николаевич, мы пошли на сведе исключения, значит, добавили 15 минут, и Михаил Николаевич вполне справится с этим, значит, закруглит. Тем более, что я напоминаю, что у нас будут труды, семинары, поэтому мы выкладываем, так сказать, в сеть все, и в трудах можно будет гораздо более полным представить, значит, вот этот закон. Да, поэтому, значит, я вынужденно просто делаю культуры и останавливаясь, кроме метода Теслы, хочется, значит, сказать, что мы, и наука, и ученые продвигаются в будущее мыслью о будущем. Будущее существует в сознании человека. Понимаете, оно иммуненно ему присуще. Его нужна вот эта материализация про форм бытия. Вот если хотите комбинацию платоновских тел, потому что в квантовой механике уже очень много созвучий с тем, о чем говорит учение. Вот эти миры, которые рождаются в квантовой механике, это вот теория многомирности Эверетта, которую расширил, может быть, известный здесь выступавший в этих стенах, Михаил Борисович Менский создал расширенную теорию, вероятно, немножко я на этом восстановлюсь. Вот эти миры возникают в результате скрещивания пространства. На границах они возникают. Понимаете, на точках соприкосновения как будто искры порождаются, как будто вот фахат начинает в каких-то своих производных творить новые миры. В индийской философии воспроизводство из себя целых миров сравнивают с Брахманом, как пауком, который материю берет из себя, структуру образования этой паутины берет из себя, гармонию этого всего берет из себя, который привлекает материю внешнего вида, вид несчастной мухи, понимаете, и получает дополнительное питание, которое он трансмутирует из, простите, тела этой самой мухи опять-таки в этот материал порождения этой вселенной. И так и здесь. Другое дело, что иногда эти мухи только отражение этого паука, они находятся в сознании паука, Брахмана, а все остальное Майя. Но эта Майя, она нужна. И преодоление Майя, как говорил Рамакришна, может быть с помощью видья Майя преодолеть, а видья Майя с помощью знания, потому что мысль связывает миры. И вот эта мысль, без которой невозможно познание, а был такой святой Шри Рамана Махаши, который сказал, главный вопрос его философии, кто из я, можно назвать несколько парадоксально Пхакте Адвайта, потому что он все-таки аспект, Адвайта не имеет аспектов, но вот это в какой-то степени в жизни он все-таки был воплощен, выражал его. Не познавший самого себя, как ученый, не познавший самого себя, может познавать мир? Любой ученый, не познавший самого себя, начинает свои исследования с заведомо принесенной ошибки, искажения, неправды. То есть мы находимся в королевстве кривых зеркал, понимаете? И начинаем их выправлять, когда сама природа в силу своей естественности, в силу своего развития, начинает требовать от нас выявления новых качеств. Человека, входящего уже по парадигме постмеклассической, вот здесь сидит Владимир Григорьевич Буданов, который, значит, этим занимался профессионально вместе со Степиным, этапы парадигм классическая, постмеклассическая, не классическая и постмеклассическая парадигма, которая связана, конечно, с синергетикой. Сами открытия в синергетике привели к необходимости возникновения такой парадигмы. И принцип, принципы два такой парадигмы, цитирую, то, что написано у Владимира Григорьевича, это гомеостатичность, то есть это что? Это значит задана какая-то идея, задана программа для этой самой открытой, самоорганизующейся системы. И иерархичность, конечно. Это очень сочетается с тем, о чем мы говорим, что связано с живой этикой. Но там есть еще определенные аспекты этого всего. И вот Святослав Николаевич Рейх, он большой акцент ставил на внутренний духовный мир. Он говорил, внутренний духовный мир является источником беспредельного вдохновения и безграничной красоты и радости. Вот именно этот внутренний мир разворачивается, свернутый в спирали, как символ, если хотите. Он разворачивается иногда стремительно в спирали в этих интуитивных откровениях. Что, например, вот как сам пишет, например, известный вычислитель Необиус свидетельствует о том, как у него были откровения в его необычные способности в познаниях вычисленных. Когда мне ставили трудный вопрос, то ответ на него выявлялся немедленно. Так что я сначала даже не знал, каким образом он получен. Исходя из результата, я затем искал метод, с помощью которого можно его получить. Любопытно, что эти интуитивные представления ни разу не привели к ошибке и развивались по мере надобности. Даже теперь у меня часто бывают ощущения, что кто-то, стоящий рядом со мной, нашептывает мне способ найти желаемый результат и при том способ, который до меня использовали очень немногие. Ну и так далее, времени нет. В этом связи сразу же вспоминаю письмо Святослава Николаевича Рериха об алхимии. Я не знаю, опубликовано оно или нет, я просто в архивах с этим письмом знакомился, но, наверное, опубликовано уже было, где он говорит, что, причем обобщает, говоря об алхимии, о значимости духовной алхимии, прежде всего, где субъекты и объекты отождествляются, он говорит, когда ученый подходит законным путем к новой границе познания, к нему самым неожиданным образом приходят люди, которые ему начинают давать какие-то советы или помогают в этом пути перешагнуть эту ступень, если он кармически к этому готов. А представьте себе, что мысль каждого из нас магнит, и в силу того, что мысль магнитная у ученого, и ученого, естественно, как главный инструмент познания мысля магнитная, она вызывает сразу же резонансы и собирает определенные сообщества мыслей. И эти сообщества мыслей, в тех сферах, где жизнь этих мыслей возможна, а они могли там находиться тысячелетия из-за Египта, из-за Индии, из-за той же, и относиться совсем не к научному, познали о том, что мы вначале говорили, это сообщество мыслей начинает работать, помогать и вмешать этому исследователю. Более того, подключаются определенные стихиальные силы, потому что они связаны с мыслью, потому что они живут в домиках, которые создают мыслеформу, и они тоже начинают работать. Если такой человек одухотворен знанием каких-то истинных учений, то учение начинает для него проявляться в жизни. Оно создает условия и обстоятельства, казалось бы, чудесные, что этот человек начинает получать новые возможности. Они не случайно, они приходят, понимаете, это можно сравнить с симфонией, как сам Моцарт, кстати, описывал, как к нему, вот тоже в описании вот этих интуитивных подходов, как к нему приходят ощущения целостного восприятия музыки. Нету времени читать Моцарта? Играть. Пару минуты. Пару минуты. Кому дать предпочтение? Предпочтение? Ну, вы знаете, если уже закругляться, я хотел больше рассказать отдельную, наверное, все-таки тему. Мы действительно опубликуем это на сайте о расширенной концепции варета Менского многомирности. И более того, Менский почему-то не говорит, но очень с нашей позиции, с позиции живой этики, очень интересна теория Бома, диалог Бомы с Кришнамурти, где он говорит о квантовом потенциале, как в едином атоме, о чем много говорит учение. Даже есть отдельная статья у Елены Ивановны в беседах с учителем, на эту тему написано. Так вот, Менский, исходя из многомирности, расширенной теории Верета, который говорит о необходимости включения, это уже признано в значительной степени большинство ничудных, включения многих миров для того, чтобы рассматривать, в каких мирах может существовать в данный момент объект исследования, квантово-механические объекты исследования. И сознание наблюдателя это поиск альтернатив, это выбор альтернатив, в каком мире он находится. Мы замкнуты не только парадигмой научной, мы замкнуты ракством добровольным, стереотипов, привычек, условностей и так далее в этом мире. Но если мы можем выйти из этого мира, если мы освободим свое сознание, мы можем попасть в другой мир. И тогда начинаются всевозможные юбисы, которые свойственны святым, подвижникам разных религий, разных народов. Понимаете? Там есть свои, конечно, сложности, там есть свои ловушки, там есть темные составляющие этих миров и так далее. Поэтому прежде всего это этическая направленность научных мыслений. Елена Ивановна говорит, если потерять в науке этическую направленность, то все превращается в абсурд. И это все будет фальшивой метафизикой. И на этих фальшивых метафизических построениях будут строиться псевдонаучные исследования, которые будут законены как научные. что и происходит в этом королевстве кривых зеркал. Поэтому очень важно представлять, что мы живем одновременно во многих мировах. И они внутри нас, эти миры, и внутри нас множество существ. И эти миры связаны с числом, с формой и с пространством. И число, форма и пространство, как триада, обладают, каждая из них. Подумайте над этим. Это очень серьезный вопрос. Духом, душой и телом. Дух числа, дух формы, дух пространства. А может быть воплощение духа формы помогло создать по Анкаре вот прийти к тому, что Додекаэнер необходим для суперстрон, для теории суперстрон, связать это. А может быть пифагорейское отношение к жизни чисел помогло создать такие математические алгебраические выражения, которые привели к совершенно немыслимому новому инструментарию познания мира, который в частности применяется в квантовой механике и так далее. Вот оттуда тоже из мира идей очень много идет. И связывает мир мысль. Я закончу на том, что мысль можно сознательно уплотнять, конденсировать, делать тело мысли, фокусировать. Мысль может дух развоплощать, утончать, делать огненное тело мысли. И если это один дух делает, как ему это дало, он может связывать то состояние с этим. И это создает мост между мирами. Это и создает возможность идти в беспредельность. Вот такие цепочки в этом спиральном развитии духотворчества. Ибо без духотворчества, без знаний законов духотворчества нет развития науки и нет той новой методологии, которая будет расширять принципы и включать индивидуальный фактор. Ибо индивидуальное сознание оно невоспроизводимо. И в науке нужно включать методологию в главных тезисах нарушающий принцип воспроизводимости. Воспроизводимо друг другом кирпичи, а состояние любви невоспроизводимо. И листья на дереве, как пишет Елена Ивановна, все различаются друг на друга. И если все будет идентично, то кончится сама жизнь, потому что это единство только во многообразии проявляется, и многообразие свертывается в это единство. Но это единство в нас, и перед нами огромный образ того единого, благодаря которому мы живем, мы дышим, мы ощущаем бесконечного, вечного, неделимого, зерно Духа Которого есть в нас, и оно сопричастно с Ним. Все вы Боги. Спасибо. Хорошо, коллеги, переходим к вопросам. Значит, я хочу только предупредить вопросы и выступления. После вопроса будут выступления, пожалуйста, не путайте. У кого вопросы? Пожалуйста, Елена Михайловна. Михаил Михайлович, не могли бы вы перечислить в виде вообще основные методологические особенности новой отбукотворенной донки? Вы по разных местах своего доклада упоминали, но сейчас я бы хотел все добиться. Спасибо за этот вопрос. Я естественно хотел не только методологические особенности, понимаете, методологические особенности связаны с характеристикой новой научной картины мира. И если суммировать то, что я уже сказал, по методологической особенности, чтобы к вашему вопросу больше отношения имело, это, конечно, принцип единства, это, конечно, приоритет синтеза, это индуктивное мышление, индуктивный метод познания и индуктивный метод познания. В тонком мире, я не успел это развернуть и сказать, работает дедуктивный метод познания. Он инерция, он следствие, что здесь посеял, то там пожнешь. Но индуктивный метод познания и само свойство мысли индуктивное создают новые качества и возможности для дедуктивного метода познания. Понимаете? Ну если нужно разверну что это такое. Нет, если можно дальше. Дальше. Это конечно пересмотр позиции касательно роли индивидуума в научном познании. И принцип воспроизводимости в науке, воспроизводимости, вот то, чем я закончил, нужно пересматривать. Это не значит, что от него полностью отказываться. От него отказываться не надо. Но нужно индивидуальные качества гармонизировать в научных экспериментах. Это прежде всего исследование самого человека и его внутреннего мира. Это дистантные исследования, это исследование мысли, это исследование воздействия энергии человека на различные уровни организации материи, на растения, на животные, на воду и так далее, на радиоактивный распад и на прочее. Квантово-механические процессы нуждаются в качестве, на более высоком осмыслении, чем пока это еще происходит в науке. И для этого нужны эксперименты с теми, кто владеет на индивидуальном уровне этими способностями. То есть организация внутреннего мира, сознательная и организация пространства, культурно-психологического пространства, мы написали, у нас опубликованы эти результаты наших исследований в парапсихологии, с помощью искусства в значительной степени, с помощью определенных энергетических, психоэмоциональных достижений культуры, я бы сказал, музыка, живопись, слово, ритм, запахи и так далее, которые в определенных гармоничных сочетаниях, учитывая индивидуальные и астрологические особенности человека, создают пространства, в которых можно более воспроизводимо производить, например, терапатические связи. Это же происходит в каждом храме, понимаете, в разной степени осознанности или стихийности. Это происходит, когда, например, на Афоне это происходит более совершенно, в традиции сихазма это происходило на хорошем, высоком уровне, просто в храм придешь, если посмотришь на мысли, вы увидите много хаоса. Нужно сознательно в науке вводить вот эти методологические особенности построения условий организации научных экспериментов. Ну и, конечно, учитывать свойства самой будущей духотворенной науки. Если хотите, могу ответить, если не верится. Спасибо. Могу перечислить эти свои вопросы. Еще вопросы? Пожалуйста. Это маленькая часть жизни того, что хотел сказать. на самом деле гораздо больше всего. Но у меня был такой вот вопрос, связанный с уточнением некоторых понятий, которые бы хотелось чуть-чуть, может, более четко, чтобы вы объяснили. Говоря о методологии, вы говорили о двух каком-составных частях ее, это принципы и методы. Вот что касается методов, тут, мне кажется, все, ну, мне по крайней мере, все достаточно ясно, с точки зрения того, какие методы применяются на древних стадиях развития науки, какие сейчас применяются, какие должны и будут применяться и создаваться. А вот что касается принципов, вопрос у меня такого рода. Есть ли с вашей точки зрения какие-то принципы, ну, не то, что общенаучные, а такие принципы, которые были общими на всех этапах развития научного знания, то есть принципы научного знания как такового, отличающего научное знание от других видов знания. И или для каждого этапа развития науки принципы, ну, принципиально другие, меняющиеся. Ну, и чтобы вы, ну, как-то перечислили, может быть, не так характеристику улучшения ворота. Принципам можно, к принципам, которые присутствовали на разных уровнях развития науки, я немножко вначале сказал об этих уровнях, они связаны в значительной степени входила ли философия в систему, законную систему познания или уходила от нее, понимаете, в последнее время там тот же позитивизм там философия стала по своим критериям отделять, или даже наоборот, с другой стороны там Шопенгауэр, там, Ниша и другие, они стали говорить, что философия выше, она там больше принадлежит к искусству и так далее, а на самом деле все это синдез, все это единое. Представление о единстве, оно присутствовало, науке и сейчас присутствует. Другое дело, что описание этого принципа единства ограничивается и самой методологии и методом познания и подходом, парадигмой ограничивается. Когда возникла синергетика, это ступень определенная, этот принцип стал совершенно по-другому звучать и говорить и требовать пересмотра многого другого. Вы понимаете, возникла открытость, нелинейность, аналогия, появляется голографичность, то, что, например, в буддизме давно присутствует, что капли отражают океан, или океан, можно вместить в каплю, понимаете, в единое сознание человека, весь влить океан в каплю можно, Анагарик и Горин пишут об этом. Отношение микро- и макрокосмическое по-другому стало осознаваться через исследования космических пространств, хотя, с другой стороны, были умозрительные эти исследования, или то, что мы выкинули из научного, узаконенного обихода, так и не понять, зачем, например, в длинной Индии эти парсеки нужны были. А они путешествовали, понимаете, буддистские монахи путешествовали уже на другие планеты от всяких наших спутников, там и так далее, все это было описано. Не удивлюсь, если сейчас у нас происходит путешествие без всяких спутников, где-нибудь, специально к исследованию, да, космический масштаб, условий жизнедеятельности и взаимодействия систем. это открывает уже, расширяет этот принцип просто от земного. Понимаете, уже не этот самый несчастный биоцентризм или антропоцентризм, а космоцентризм. Или даже, как Пьердер Шарден говорил, христоцентризм. Принцип Христа в нас. Не Христос, вот Христос, Иисус Христос, что вы знаете, в Тане, в Елене Петровне Главацкой, а принцип Христа, который и есть, отражение Бога в каждом из нас. Вот он должен войти в систему знаний научных, но для этого наука должна сближаться с религией. Очищенная наука с очищенной религией. И это произойдет. Произойдет в силу антологических преобразований. Кроме этого, конечно, определенные законы симметрии работают. Ну, всем известно, например, золотое сечение, понимаете, тоже можно отнести к таким принципиальным позициям методологическим для рассмотрения. Иерархический принцип. Иерархический принцип был на разных уровнях организации науки, но по-разному, опять-таки, трактовался. Наука входит в культуру, осознается, как часть культуры, точнее, входит, она всегда принадлежала. Мы начинаем осознавать, мы приближаемся к другому понятию науки. И поэтому возникают совершенно новые горизонты этого, понимаете, более. Ну, и, конечно, причинно-следственные ряды. Вот тут можно очень много всяких примеров приводить. И ритмическая организация и согласованность связи с системой. Эти вот ритмоциклические процессы, они тоже, конечно, в наших представлениях, они расширятся и включают уже космические факторы, астрохимические и так далее. Фактически название новых наук дала Елена Ивановна Рерих. Просто даже переименовала эти науки. В трудах ее многое, что описано. Мы не готовы к этому еще. У нас нет органов для того, чтобы эти науки строить, а все должны делать соизмеримым. Нужно пройти эти этапы, нужно взять лучшие старые парадигмы, нужно эту парадигму трансмутировать через собственное сознание, через научное сознание подойти к новой научной картине мира. Я, к сожалению, не успел сказать о Вернадском, а ему низкий поклон именно за создание новой научной картины и отказа от логики. Не научной логикой, а самой жизнью, а связью с философией, с религией по Вернадскому. Это принципиальная позиция у Владимира Ивановича была. Открывается научная истина. Вы можете немножко другого был, но в том числе прозвучало, наверное, вот то, что вы спрашивали, а был ли единый принцип в этом. Так, пожалуйста. Молодец. Первый. Как быть со следующим методологическим единством это наблюдаемость и фальсифицированность? Да? Значит, мировой эфир не наблюдаем, следовательно не существует, а мы, кажется, говорим о каких-то моментах, которые сейчас не наблюдаем. Второй вопрос. Как относиться к методологическому анархизму феерогенда? Вы как относитесь к этому? К чему? К методологическому анархизму? Не могу по поводу наблюдаемости. Да, действительно, я говорил в самом начале, перечислял необходимые критерии методологии, ставят традиционные науки. Дело в том, что у меня целый раздел был посвящен работе флоренского органа правильца. Вообще не успел коснуться этого. и предшественников флоренского, которые занимались этим. Именно Павел Александрович, сам он выдающийся, конечно, ученый, и синтез такой себе. Он в 19-м году опубликовал эту работу органа проекция, в которой, если очень схематично сказать, а все схематично убивает, на самом деле, живую суть, он не перво, но предположил, что человек из себя выявляет качество сознания, и все созданные приборы, инструменты познания окружающего мира, это продление органов чувств человека. Также, например, Леонард Довинчич считал о природе, искусство продления природы. То есть, наблюдаемость тоже меняется в зависимости от того, какие качества сознания, пусть даже через инструментарий человеческого вывел вовне. Не было, понимаешь, лазера, не было электронного микроскопа, не было туннельного микроскопа, и мы были уже ограничены в наших наблюдениях. А мы сейчас это все узаконимаем. Здесь есть тоже свои относительности, здесь есть свои степени погрешности. Но, повторяю, если что-то стандартизируется в науке и принимается научным сообществом, как приняли микроскоп, телескоп, и так далее, все эти вещи, ускорители, и так далее, то наступает момент, когда нужно просто в силу требования самого предмета исследований, когда уже доходим до определенного предела выжимания из этой науки, выжимания вот этих последних капель лимона, понимаете, сколько его не отжимать, нанотехнология, граница определенной наблюдаемости, она создает уже парадоксальные свойства материи, нанотехнология подходит к сближению миров, оно уже относится в значительной степени к свойствам тонкого мира, о котором наука ничего не знает, и без этого не понять многие свойства тех материалов, с которыми имеет нанотехнология, и вообще все, что в мире происходит сейчас, очень сильно связано с сближением миров, кто это изучает, и из нас самих, хаос, от наблюдаемости надо отказываться от наблюдаемости, надо утончать инструменты наблюдения за счет внутренних свойств человека. Следующее, фульсифицируемость. Фульсифицируемость всегда присутствует, она связана с степенью кривизны этих зеркал в этих лабиринтах, которые построил сам человек. Запыленность этих зеркал, запыленность планов нашего сознания, понимаете, солнце всегда светит, но в нем есть облака, солнце иногда пробивается через облака, его можно хватать, понимаете, из этих отражений солнце строит какие-то конструкции, но многие-то ощупывают этого слона, как вот там в притче Рамакришны, понимаете, ощупывают. Многие считают, что солнце-то это то, что отражается в воде, а некоторые-то видят только отражение в грязной луже или в разбитом зеркале, сосуде, в лепочка, оттуда рождается полон. Астральный свет, астральный свет, но это будет научным предметом, если он не фальсифицирует через облака. Сам астральный свет и является порождением фальсификации во многом, если мы уже говорим этим термином. Ибо астральный свет это вогнутое зеркало, которое умножает негативные свойства человека и позитивные. И он отражает, конечно, на более низком уровне свойства света Акаши, духовного света. Ибо все имеет свои подобия на разных уровнях организации внутреннего человека. Без знания принципов человека и без подхода через эти принципы к внешнему миру, даже к почвам, например, нужно подходить к анализу почв, как подходил Докучаев, учитель Вернадского, через анализ внутренних принципов человека. Это позиция Махатмы. Я скажу важное, что Махатмы в своих научных изысканиях исходят из логики ментального синтеза. И вот ментальный синтез, если до него дойти, все эти ограничения и все эти парадоксы и недоразумения снимает. Последний вопрос это анархизм, методологический анархизм. Поясни, что это такое в твоем представлении. Вы только что сказали, что любая схема мешает ходу ваших мыслей. Методология это схема, еще одна схема. Просто есть такая позиция, что на самом деле наука в творческом потенциале раскрывается тогда, когда нет никаких методологий, когда есть некая свобода от методологии. Ясно. Методология нужна. Я считаю, что методология нужна. Мы уже много спорим на эту тему. Другое дело, что методология должна опираться на систему мировоззрения и принципов, которые не только получаются снизу за счет опыта самого человека, а принимаются сверху через вначале веру как определенную субстанцию, через добрую вору человека, через связь мысли с очищенную мысль, с более высшим сознанием, с иерархией, целой иерархией миров, и тогда это помощь, потому что мы забываем о том, что мы не дошли бы сейчас до этого состояния, что сидим в этой комнате, если когда-то в былых расах, в былых циклах в нас бы высшие сущности, часть своей духовной природы не посеяли. Путь жертвы необходим. Путь принятия, вмещения тоже необходимы. И это сотрудничество на самом деле. Наша материя сознательная, в том числе материя сознания, наша ноосфера, которую мы создаем, она тоже помогает высшим мирам, хотя в большей степени заставляет их нести тяжкий крест нарушения и искажений, которые принесло человечество, оторвавшись от иерархии света. Поэтому, конечно, вот мне кажется, что методология как принципы, как разработка новых путей в научном познании, где будет синтез науки и искусства необходим. Спасибо. Значит, что вы говорите? Спасибо большое. Я хотим маленькое замечание по поводу принципа наблюдаемости. На одном из первых заседаний нашего семинара выступал как раз просматрив косметологии, выступал по науке Александр Дмитриевич, вам известно, физико-теоретик, большинство способных, оригинальным мышечным. И он как раз ставил вопрос, потому что сам работающий в этой опции, что наука подошла к тому, что надо уже менять методологию, в частности, вот принцип наблюдаемости в наиболее таких новых областях не работает, как он приводит к тому, мультиверсы, другие вселенные и так далее. Он очень просто все думал, что все эти критерии пришли с классической физики, а их пытаются распространить совсем на другой области, где классическая физика не работает. То есть принцип наблюдаемости, есть действительно такие области, где он не работает. В основном это он работает в классической физике. Я прошу прощения, тоже вклинился, еще вопрос. Тут даже насчет фальсифицированности. Да, это важно. Это тот же самый, когда вы про суперструю рассуждаете, что там фальсифицировано. Мы туда не дотягиваемся. Это действительно для уникальных объектов типа Вселенной и мозг. Ну и мозг тоже. Ну, это просто говорит о том, что мы уходим в миры сознания, мышления, действительно вот эти вещи, и там должна какая-то новая металлогическая база быть. Кто-то говорит, что всем движет красота науки, математики, вот там, скажем, тоже семихатов, вот он уверен, что, значит, из математики мы в него верим, а что там получится, вот она сама знает. но это на уровне веры. И потому в науке запрещенные вопросы. Зачем нужен закон Ома? Откуда? Откуда? Кто его создал? Да, коллеги, еще вопросы, вопросы еще. Будем обсуждать, вопросы есть? Пожалуйста. Ну, у меня вопрос не позволить. Вот прозвучало, нужен ли метод, да, можно ли обойтись две метода? Методология. Да, методология. На мой взгляд, метод-то, в общем-то, индивидуальный, реальный, творческий метод, работающий. Своим источником имеют душу и дух, да? Не скажу, не сейчас вопрос. Да, и вопрос, а не стоит ли нам сейчас, как сказать, вернуться опять к методологии, которая расходствовала в Академии Платона обознание как припоминание врожденного душезнания, да? Где была действительно методология, метод, работающий, так сказать, в качестве магистики, да, сократовского диалога, и в качестве ментальной медитации, которая там использовалась, которая непосредственно связывала личность, да, ученика, испытуемого с душой и с духом. Происходила эта работа. Когда человеку открывались, да, эти планы, эти знания, он мог им ими оперировать, он находил их внутри себя, когда он мог переживать это знание, да, он был субъектом опыта, правда, да? То есть, не вернуться ли нам сейчас к эдологии Платона, к защите идеализма, и поставить его, так сказать, краеугольным камнем? Одним из краеугольных камней, потому что и Пифагор, и Платон, это знание как припоминание, мы сегодня вот к этой, конечно, мы говорили предустановлены гармониями. Все очень просто на самом деле. Здесь, наверное, прийду авторитет, который не зыблен просто. Когда Будду спросили, что будет, если вот будет какая-нибудь катастрофа, и потеряются знания, которые мы сейчас обладаем, уже были знания о внутреннем человеке, практике, все такое прочее, ученики спросили Будду. Будда сказал, не так страшно, если мы потеряем навыки знания, предметы этих знаний, которые мы обладаем, то, что мы произвели и так далее. Важно не потерять методологию получения этих знаний. Воспроизводство знаний. А воспроизводство знаний идет из всезнания, а всезнание идет из духа. Великананда об этом очень хорошо говорил. Понимаете? Каждый из нас потенциально божественный и религия есть, реализация этой потенциальной божественности в каждом из нас. И хочет наука современная или не хочет, она есть тоже реализация потенциальной божественности, но просто эту божественность, она ограничивает определенным уровнем, с которым она начинает, периодически возвращаясь к другим уровням, о чем вы говорили. Да, началось Ньютона, например, но это не значит, что нужно отбрасывать другие уровни, которые имманентно, пусть не очень законно, но входят через самого человека, через изменение природы входят и в научную методологию, и в научное опознание. Сама жизнь это требует, как вот Вернадский это писал. Поэтому не случайно в определенных циклах возвращаются и в симметрии научные, и в описании платоновские тела или их комбинации, возвращается школа Платона с этим методом, школа Пифагора и так далее, понимаете, и другие представления о жизни и смерти, о других мирах. возвращаются же вот они, понимаете, то, что было мифопоэтически сказано, возвращаются сейчас через Кватовую механику, но без учения, без света, без этого прожектора в будущее, без этого путеводной звезды, мы опять будем блуждать. Мы снова создадим лабиринты в этой мае, бесконечные лабиринты. Из мая нужно выходить, иначе просто жизнь сама в опасности. Хорошо, еще вопросы? Мы поедем в вопросы с чертовым, и, пожалуйста, желающие выступить. Выступить, Володь, Володь. Пожалуйста. Я хотел поблагодарить Михаил Николаевич на самом деле, конечно, не надо его ограничивать. Было одним семинаром. Тема, наверное, должна быть продолжена. Но мы не ограничили одним семинаром. Просто, Миша, как всегда, все лучше как бы от пожалейки нас тоже. Я не то, чтобы абонировать, совсем нет. Я просто хотел дополнить немножко. Дело в том, что вот эта линия целостной науки, она всегда существовала, даже в нашем мире. И в первую очередь мы можем вспомнить Гёте. Гёте был прекрасным естественно-испытателем. Он занимался ботаником, биологией. Его теория цвета и сегодняшний день это лучшее, что создано по физиологии зрения. Цветового. Он, кстати, гордился ей больше, чем всеми своими художественными произведениями. Гёте говорил, что физика должна быть, как бы сегодня сказали, с человеческим лицом. То есть, этот мир без человека во всей его полноте, телесности и духовности не познавали. То, что сделали позитивисты, разделив вот это объективное знание, здесь человека нет, а все остальное это не наука. Вот он это категорически признавал. Немецкая школа, с которой вырастут потом такие гиганты, как Гумбольд, Планк, они постоянно апеллировали комплексом мах, комплексом ощущений. Они шли от этого. И можно было бы представить себе науку на другой планете или в другой среде. Ну, дельфины. Разумно-разумно. Могли бы они создать науку? Ну, наверное, пофантазировать. Совсем другая была наука, естественно. Электричество уж там совсем нескоро возникло. Ну, на уровне чудесных каких-то морских скатов, развядок, соленой мобиль. Вместо световых вещей, акустика была бы там в первую очередь. Вместо законов Ньютона сила создает ускорение. Мы бы видели, что сила создает скорость. Падающий камень прошутирует. На самом деле закон Аристотеля так словно он и подглядел в дельфин. механики. Вот. Поэтому вот этот разрыв классической науки с времен Ньютона, которая очистила ее, как она полагала, от человека, на самом деле аккуратно происходит восстановление. Ну, потом мы можем вспомнить и Флоренского. На самом деле, если вы возьмете основателя квантовой физики Нильса Бора, он был отцом, и в общем-то по признанию самих теоретиков он не был теоретиком. Он очень мало формул писал. Он был в каком-то смысле мыслителем, философом, такой гуманитарем. А вдохновлялся он значит книгами Кирки и Гора. Вот. И значит у Джемса есть основа религиозного опыта. Фактически, когда вы берете интерпретацию квантовой механики, то она срисована с того, как мы воспринимаем рождение акта событий. Вот как мы понимаем происходит. Оно же происходит вот как некая загадка, чудо, квантовый скачок, редукция. Ничего не было, но что, мы соединили некую интенсию, некий оператор, который на приготовленное состояние действует. Вот результат, вот определенность, вот это уже можно мерить. Ни саму интенцию вы не можете измерить, ни сам посыл вы не можете померить. Вот это все идет в тонком мире, это идет на уровне как раз неформализуемых и неизмеримых величин нашего сознания. Но то, что у вас проявлено, то, что у вас возникло как образ, вы его можете уже описать каких-то. Поэтому, если разобраться, то Бор, он как бы ввел те мифологические концерты, он их оформил, насколько это возможно было, с помощью теории Гильбертов пространства. Вот. Ну, не он там попозже был. И сказал, что все иные идеи недостаточно сумасшедшие, чтобы быть верными. Ну, это был расхожий термин в Денгальдинской школе. Вот, пожалуйста, пример. Мы просто об этом забыли. Когда сегодня мы пытаемся интерпретировать квантовую механику, хотелось бы все-таки, чтобы она была понятна, то вот Эверетовская многомировая, то есть, на самом деле, никаких других образов, кроме тех, что возникает при анализе нашего процесса мышления и внутренних миров, нет. Вообще, дворей быть не может, потому что это самая богатая, на самом деле, часть, так сказать, познающего субъекта. Ну, и, наконец, действительно, очень важный момент. техника начиналась органопроекция. Органопроекция, вот, на технике было две. Технике было две. Одна из них, это материальные техника для того, чтобы осуществлять изменения этого мира. А у греков техное, это еще искусство, не только ремесло. Вот. А к искусству мы относим. Искусство фехтования, и искусство стихосложения. И вы понимаете, что вот именно эта техника, она будет становиться основой обучения искусства в современном понимании. И она же будет основой самосовершенствования, развития человека в восточной традиции. Вот куда их техника учила. Ну, она давно, конечно, там была, но Запад, он совершенно, как говорится, пренебрег вот этой, тот Запад, который, так сказать, вот выстроил техногенную цивилизацию. И сейчас мы возвращаемся, это дает им этому долгу. Если мы возьмем когнитивные науки современной европейской традиции, то они просто повторяют зады, как говорится, вот буддийских учений и практик, индийской традиции и так далее, и так далее. Ну, в этом кому-то не стыдно признаться, а кто-то тихонечко как бы посчитается, а потом за свое выдает, но суть от этого не меняется. Важно другое, что все эти достижения понимания внутренних миров, они могут быть в определенных состояниях только. И у нас стреливо разделяется. Вот наука это вот что-то такое, а научное творчество, ну, кому-нибудь из великих, типа План Каре, ну, пусть он пишет, как у него это бывает, откровение приходит. И считается, что это как бы не предмет философии, но у психологи тоже, где там феноменология, ну, ничего с этим, инсайд, ну, а что дальше-то? Вот. так вот, именно вот это следующий шаг, шаг из технологии, средств и инструментария внешней реальности, материальной реальности, дальше к процессам внутреннего творчества. Отчасти это создавалось, ну, вот, скажем, есть у Альшулера ТРИС, теория решения изобретательских задач, часть технологий есть, есть какие-то методологии ментального конструктора. На самом деле, поскольку наше сознание, по-видимому, обладает вот этим квантным свойством, как целое личное, то есть проблема приготовления человека к моменту творчества. Ну, так же, как поэт, поэт должен настроиться на, как бы, контакт с музой, вдохновением, следовало, начинать символизации, исполнительства. Вот, точно так же и ученый должен иметь определенную культуру. Мы же в спорте говорим, ну, сосредоточься, сейчас старт, вот тут психолог тебе что-то говорит. Ученые не знают таких слов, это приходит просто с опытом. Вот, как раз, и ты в пустоте уже спокойно что-то делаешь. Вот, вот эти вот, с этого начнется, по-видимому, вхождение во внутренние миры и техники творчества. То, что Николай Николаевич вот так, на Тесла говорит, ну, пожалуй, это пример, который не будет как бы соизмерим с ныне живущим еще очень долго. Это все-таки, когда ты говоришь, узаконить. Это для того, чтобы узаконить, это должно быть распространенным явлением. Феномен Тесла, это, наверное, человек 22-й век. Вот, но стремиться к этому надо. И, конечно, если мы возьмем, ну, вот, левшейки, которые творили чудеса, да, вот, токотворные, конечно, никаких чертежей не было. Они вот так и работали. Они ее, это о духотворении, материи, обожили. Она сюда приходит, в общем, вот в этих замечательных гармоничных формах. Поэтому, мне кажется, это очень важно, и даже, это не начало, разговора, потому что Миша тут проработал огромный материал, но он вот эти крупицы собрал, и действительно возникает вот такое вот панно, на самом деле, это такой путь, путь к внутреннему человеку творчеству. Вот это очень важное направление, и мне кажется, что здесь просто Михаилу Николаевичу надо продолжить читать, как хотите, назовите лекции, но у нас, видите, лекции и семинары это особо ценно. Вот. Ну, а так мы можем и сделать какие-то совместные семинары, потому что вот сейчас появились замечательные молодые люди, которые так очень социально ориентированы, но они воспитаны в таком, в хорошем смысле, в патриотическом таком настроении и очень, очень толковые, очень светлые ребята. Но вот возникает так называемый коллективный субъект творчества, этого в общем-то не было. То есть это было в определенных школах. Кстати, не надо Ферабинда ругать, что Ферабинд пошутил. Он говорил, ну что, шашечки, да, вот я могу так посмотреть на этот объект, могу, как ребенок посмотреть, могу, как мистик, могу и так далее. Но это не есть наука, это означает, что каждая методология из каждого способа познания дает вам свое отношение к объекту. И когда вы берете доминанту научную, то там будет научная методология, но это не значит, что мистический, эстетический, философский, религиозные подходы умерли. Их надо там иметь в виду, они могут быть порождающим начало для новой идеи, то вот та самая геталевская продолжение, открытость, которая в случае чистой рациональности не позволяет двигаться дальше. Михаил Николаевич, ну, надо работать, дальше лучше. Валерий Григорьевич, мы не собираемся ограничиваться. Это неупривок, это призыв. Значит, нет, я думаю, что вопрос методологии, не случайно мы, кстати, вот начали с теми заплаты предоклада, и я думаю, что к вопросу методологии мы будем неоднократно возвращаться, в том числе и Михаил Николаевич, конечно, будет предоставлено. Вы готовы сделать это? Готовы. Замечаю, как раз намерено в ближайшее сегодня-завтра, нет, сегодня-завтра, нет, сегодня-завтра намерено, значит, вот уточнить значит, план, проводить наши семинары, вот берем на вооружение, значит, вот то, что вы сказали, значит, что вы тоже готовы сделать доклад. Мы с вами всегда предоставим Михаилу Николаевичу возможность выставить. Единственная просьба, заранее, значит, вот, отобрать наиболее важное положение, так же все-таки можно было, значит, укладываться в реван семинары. Кроме того, совершенно правильно, значит, упомянули о том, что у нас, помимо, значит, семинара будет работать лектория, и, значит, уже тоже есть наметок по лектории, и там несколько выступлений, например, Михаил Николаевич, надеюсь, все ваши тоже. Так что мы будем сочетать. Семинары лектории, это разные вообще формы, и лектория в некотором смысле предоставляет больше возможностей, меньше возможностей обсуждать, но зато лектор может, так сказать, больше времени затратить на изложение своих идей. Значит, коллеги, еще есть же, пожалуйста, я бы хотела поделиться, так сказать, теми некоторыми соображениями, которые у меня возникают как у человека, который занимается действительно как бы фундаментальными вопросами, на его области на муха-человеке. Ну, именно в той части, которая связана с исследованиями действия наночастиц, вот тут упоминаем на муха-человеке, значит, вот с исследованием действия наночастиц на живые артуры. Значит, я хочу сказать, что вообще, если говорить именно о методологической стороне вопроса, то здесь самое важное, как мне кажется, найти, разработать и предложить именно методики, которые позволяли бы выявить действия тонких потерь, высших причин в процессах, которые протекают в живом организме на уровне вещества. И одна из таких задач, которая у меня есть, она вполне решаема и без общего, так сказать, перехода в измененное состояние сознания, потому что вполне с помощью вполне реально существующих средств, оборудования и, так сказать, и объектов, которые есть в науке, биологии и медицине. Я не буду сейчас, чтобы, так сказать, не утомлять аудитории, не буду сейчас углубляться конкретно, так сказать, о каких задачах идет речь. Но такие задачи есть, то есть можно поставить эксперимент, который позволяет выявить роль наночастиц металла как приемника тонких излучений, да, и, так сказать, передатчик информации, который с помощью этих излучений получается, информация на другие уровни, так сказать, регуляции организма. И эти изменения, которые при этом происходят, вполне возможно выявить вполне, так сказать, известными методами, там, скажем, изменения состава крови, там, или лимфы, или, ну, есть, так сказать, метаболизма каких-то, клеточных процессов, это вполне реально. Но проблемы в том, даже не в том, то есть вообще в принципе таких задач существует две проблемы. Одна проблема это получить согласие на полноценную на подобную работу. И другой проблема это обеспечить просто физически, так сказать, возможность такой эксперимент поставить, то есть иметь соответствующее оборудование, материалы, так сказать, эти объекты биологические, организмы и так далее. Ну, так вот. Вот в моем случае я уже, как бы, так сказать, ну, завоевала определенный статус в своем институте, я могу такую задачу поставить, и мне такая задача будет разрешено и заниматься, я в этом не сомневаюсь. Но проблема в том, что нету средств достаточно, так сказать, которые необходимы и достаточны для того, чтобы ее решить. А я имею в виду оборудование и программ некоторые, которые для этого нужны, и нету их, потому что нет просто финансов. Понимаете? и не целый ряд других, еще нет достаточно большого коллектива людей, грамотных, которые могли бы этим заниматься и ставить эксперимент так, чтобы можно было доверять этим результатам. Понимаете? И я хочу сказать, что этот вот частный случай, на примере которого видно, в каком ужасном состоянии находится вообще наука. Фундаментальная, ну, я имею в виду апатемическая наука, ну, во всяком случае, в области наука человека. Понимаете? Тут не до, так сказать, тех проблем, о которых вы говорили, а просто нужно выжить. Понимаете? Нужно выжить, нужно иметь возможности, иметь средства и для того, чтобы зарплату люди получали, и для того, чтобы покупать те необходимые предметы, так сказать, оборудование, реактивное и так далее, с помощью которых можно задачи решать. Понимаете? И не только такие, вот, о которых я говорю, которые имеют прямое отношение, так сказать, к расширению сознания и представлению вообще о живом организме, расширению этого представления, которое необходимо для того, чтобы отухотворенная наука, так сказать, развивала. А просто для гораздо более, еще, так сказать, низком уровне, необходимые есть вещи, которые невозможно решать. Понимаете? Так что здесь мы, так сказать, приходим просто в той грустной реальности, к осознанию того, что при всех наших, так сказать, замечательных устремлений, понимаете, мы все-таки не можем сейчас реализовать ни их, так сказать, реально, ни даже гораздо менее возвышенные, так сказать, идеи. Понимаете? Вот, я хочу сказать, к сожалению, к сожалению, мне это ждать. Вот. И надо только, я хочу только пожелать там всем, так сказать, надеяться, да, и желать, поскольку мысль действительно магнит, да, и, то есть, если мы будем думать все о том, чтобы так бы хорошо, чтобы такая ситуация изменилась, и чтобы, понимаете, у действительно истинной, фундаментальной науки, понимаете, появились реальные возможности работы, понимаете, получать результаты необходимые для того, чтобы их потом, для того, чтобы вообще их использовать в жизни, вот, и, кроме того, для того, чтобы потом их развивать в направлении расширения, так сказать, возможностей сознания и людей, так сказать, да, как бы внутренней эволюции, и расширения их, так сказать, возможностей, понимаете, вот, так что, вот это, собственно, я хотела добавить, конечно, если вы еще будете говорить, расскажите, я так понимаю, много еще осталось, мы отдельно можем на эту тему поговорить, да, но я хочу сказать, вот эта проблема сейчас практически, вот эта проблема стоит, понимаете? Ну, эта проблема стоит, мы все это прекрасно понимаем, и я думаю, что мы все собираемся работать в том направлении, чтобы эту проблему решить, она очень сложная, невыскоречаемая, вот, и в частности, я надеюсь, что вот обсуждение, значит, на наших семинарах, и на вашем семинаре, на нашем семинаре, будет постепенно способствовать тому, что все-таки, значит, вот мы подаем к решению этих проблем. Значит, я хотел бы сказать, еще раз подчеркну, что вот с моей точки зрения, значит, пробием технологии науки имеет очень большое значение, значит, я с своей стороны тоже много думал, писал, и вот сейчас даже какие-то тезисы вот к этому семинару подготовил, который готов в озвучии. Значит, прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что современный действительно переживает период таких глубочайших преобразований, появляются новые идеи, появляются, значит, вот ростки нового знания, нового представления, новой парадигмы, которая сближает научные представления с метанаучными, но изменяется действительно не только содержание нового изменяется и ее методология, поэтому не случайно поставили этот доктор. Когда говорят о научной методологии, то обычно имеют в виду значит, методологию классического естества знания, а она, как известно, возникла, значит, ну, на основе лабораторных наблюдений и экспериментов, точнее, на основе лабораторных экспериментов и на основе наблюдения значит, их, ну, повторяющихся явлений природы. Отсюда в научной методологии, значит, делаются упоры, с одной стороны, эксперимент, с другой стороны, воспроводимость явлений, как я сейчас был, с сопроводимости говорил, ведь считается, что любой результат экспериментальный, он претраствует тогда, когда он воспроизводится и не только данным коллективом данной лаборатории, но обязательно должен быть воспроизведен в других лабораториях, другими людьми, только после этого он признается. Но так обстоит дело с лабораторным, так сказать, экспериментом. Что же касается наблюдений явлений природы, то мы наблюдаем не только постоянно повторяющихся явлений, можно являя случайно, спорадические явления, скажем, астрономия, вспышка сверхновок, солнечная активность, или падение метеоритов, метеоров, землетрясения, атмосферные явления, погода, например. И, конечно, такие явления воспроизводятся только статистически. И поэтому в науке были разработаны теории вероятности и математической статистики. Но это все относится к классическому сознанию. Михаил Николаевич довольно много внимания лили, это выступление у него подчеркнулось. А когда мы переходим в области микромира, то там совершенно другие закономерности начинают действовать. Другая методология. Когда мы проникаем в область микромира, то здесь уже воспроизводимость нарушается науно-набораторных экспериментов. мы не можем воспроизвести, не можем ни предсказать, ни воспроизвести попадание определенной единичной частицы в какое-то место фотопластинки. Мы можем воспроизвести только статистически для всего ансамбля частиц. Более того, об этом тоже уже говорилось, что результаты эксперимента зависят от сознания. Вот это удивительная вообще вещь. Это же меняет совершенно всю картину, все наше мировоззрение. Действительно, классическая физика, не только классическая физика, но мы в своем просто обыденном опыте привыкли к чему? Мы привыкли, что свойство измеряемого предметата существует и зависимо от измерения. А наше измерение только ликвидирует наше незнание. Ну вот стол. Мы не знаем, какова его плена. Мы можем измерить и скажем полтора метра. Но ведь это свойство полтора метра было до измерения, после измерения это полтора метра. Так в обыденном нашем опыте и так в лазейском физике. А в квантове и вагонии все иначе. Вот Михаил Борисович Минский, который здесь уже неоднократно цитировали. Кстати, он выступал у нас на семинаре. Блестящая его лекция опубликована в трудах всем народу. А узнал я о Михаиле Борисе, как ни странно, он работает в Москве в Иоанне, но узнал я о его работе от Михаила Борисе из Питера. В Питере физических наук там со скоростью с Генбургом не спорили. Нет, и, кстати, и Бенбург показал себя с очень хорошей стороны, потому что он сказал, что я не согласен с этой точкой зрения, но она имеет право существовать, как главный редактор. Говорят, но дуэст и опубликовать. Он, конечно, большой молодец. Так вот, Минский подчеркивает, что свойства, обнаруженные при измерении, могут вообще не существовать до измерения. В некотором смысле реальность творится, а не просто познается. Вот это свойство квантно-механических измерений, оно приводит к таким результатам, принципиальным результатам мировоззрительного характера. Вот, извините, это основное положение КПР. КПР и ФЕПР. В 30-е годы они как раз сбором этот счет. Минский просто повторил. Парадокс и что-то у нас на подобном сфере. оно там именно это, что акт измерения творит реальность. Вот, если это принять, КПР объясним. Если я принять, это... Сейчас это способно, так сказать, вы имеете в виду работу Эйнштейна и Факонского Рукова. И подавокского Рукова. Да, да, Это буквально с тех времен эта тема. Это тема, сейчас она получила наиболее такое вот четкое, выраженное признание. И я как раз хочу подчеркнуть, что сейчас, значит, оно приобрело очень большое мировоззренческое значение. Почему? Именно в связи со сникновением квантовой космологии. Но мы все же сейчас осознаем, что в вселенный момент возникновения мы отправились в этот проект представляем собой квантово-механический объект, и следовательно, для нее должны быть вот эти все закономерности приложимы. И к чему это приводит? Вот как формулирует, например, Митя Вкапу в своей знаменитой книге «Физика не поздна». Объекты возникают, когда производятся измерения, а измерения производят существа, обладающие сознанием. Следовательно, должно существовать единое космическое сознание, которое пронизывает всю Вселенную и определяет какого-то состояния наоборот. Вот это вот так. Значит, надо заметить, что это представление о космическом сознании, которое пронизывает Вселенную, оно, несомненно, является таким научным представлением. И очень важно, что современная физика своими путями приходит к этим представлениям. Я подробно об этом говорил на прошлом семинаре, и хочу снова вернуться к этой расширенной Веретовской интерпретации квантовой механике, которую, на мой взгляд, наиболее последовательно развивают Мерский, хотя многие другие люди этим делом занимались и занимаются. методологии, он приводится в частности к исследованию измененных состояний сознания, о чем Михаил Николаевич говорил в нашей буквенной связи. И применение вот этих областей знаний, оно требует введения новой методологии, имеется специально подчеркнуть, новой методологии, в которой должны быть уже изменены и критерии истинности, и в частности значит эта новая методология должна допускать влияние априорных установок на результат наблюдения. То есть оказывается можно попасть в то или иной юридовский мир в зависимости от своих психологических установок. А тоже очень важный. Наконец совсем мне хотелось еще раз подчеркнуть очень важное значение этики в науке. Для Леони Петровны Балавадской принадлежит известную фразу что нет религии выше истины. Так я думаю что пора распространить эту науку и сказать что нет науки выше истины. Сейчас многие ученые научные коллективы самыми разными путями подходят к изучению тонких энергий. А ведь здесь проблема с производимостью вообще совершенно иначе ставится. Потому что на результаты измерений очень сильное влияние оказывают эмоциональное и ментальное состояние участников и человек в классической физике и в классической физике. Но и последнее на что я хочу обратить внимание человеческая цивилизация действительно переживает сейчас глубочайший космопланетарный кризис. Мы все это знаем и многие физически чувствуют то напряжение которое сейчас существует в мире. А ведь решить эти проблемы такими традиционными методами просто невозможно. Для того чтобы найти решение проблем нужно радикальное изменение сознания человечества. А вам должно запрыгнуть все сферы жизни и науки и других сфер жизни. И мы должны прийти к пониманию с техосновки путевья. Ведь невозможно выработать какую-то правильную стратегию поведения на земле. Люди пытаются. Ну как выработать действия мы не понимаем мир в котором мы живем. Мы не понимаем как этот мир устроен. Вот вы знаете все что желаете отводят основную роль в этом деле науки. Известно знаменитая права депрад Зелина Ивановна «Новый мир водитель сияния получая лаборатория». И религию не справилась с задачей в рубрике правильного мировоззрения. Это должна сделать наука. И она может это сделать ибо она подошла к той границе и вплотную подошла к той границе за которой значит уже видно бытие незримого мира. Я процедирую что говорится о граних родной юги. Науке предпочитает сделать то в чем не преуспел религия. Еще науку науку может выполнить эту роль если она не будет ограничиться изучением косной материи или живого вещества из косной материи а включить такие психические энергии духовные явления мысли души нравственные проблемы бессмертия смысла жизни но все то что нравственные проблемы все что когда-то раньше относилось к сверхгелегии вот это и есть одухотворенный путь развития науки да наука должна стать одухотворенной но не все так просто и поэтому наряду с этими тенденциями имеется противоположная тенденция ну вот Михаил Николаевич говорил о субъективизме о том что это одно из направлений будущей науки субъективно а если мы посмотрим на то как развивается современная наука как раз противоположная такое впечатление что металлогия стареет и выходит на передний класс шутберев процесс я имею ввиду коллективизм но вообще с одной стороны коллективизм это хорошо вот и вы упоминаете как малый юбилитер но это принимает иногда очень такие странные формы например одно из выдающих современных это открытие гравитационных волн а вы знаете сколько авторов в этой работе несколько сотен несколько сотен вот такой коллективизм это противоположная с активизмом это просто обратная страна процесс прежде чем прийти к субъективизму приходится проходить через такие странные формы ну и конечно этика этика науки совершенно изменилась наука стала товаром и это неизбежно отразилось в нашей этической стороне у нас специально было рассматривание поэтому не буду об этом расстанется но такие противоречивые тенденции имеют место с одной стороны действительно наука должна создать творение мы нам глядаем эти тенденции все они но это все и ведь он пытается противорожить но в заключении хотел бы поздоровить Михаила Николаевича глубокое сложение этой темы если кто еще желает выставить пожалуйста не последнее слово обязательно не последнее а заключение есть желающие запозданный вопрос ну пожалуйста вопрос следующий поскольку это не касается не каталогия поскольку речь о науке и о психической энергии может быть в курсе кто первым ввел понятие психической энергии потому что я лично видел академию бюджет слышал других людей но сам не видел лично что Якова Елена Ивановна Аррерих писала что она этот термин заимствовала у юнка у кого у юнка но я сам это лично не видел вот откуда он взялся потому что русская школа его использовала Бехтерев активно использовала другие еще Бехтерев это точно есть но на самом деле похожий термин который можно так переводить как энергия порожденная психическим субъектом примерно так поэтому я думаю что тут века он такой вопрос но юн очень активный вопрос кто первый просто кто в науке ну все понятно хорошо если нету я какой-то статье разбирал я просто не помню он про Бехтерев тогда Михаил Михайлович вам не последний но заключительно вот с тем что сказал Лев Веронович конечно спасибо неправильно здесь прозвучали вопросы в дискуссиях правильные мысли прозвучали которые как-то дополнили то что я успел сказать я хочу сказать что в учении сказано просто про это книги сердце парадность 323 индивидуальный метод необходим для приближения к тончайшим энергиям главная ошибка вне подходить со старыми мерами к сверхмерному и в следующий параграф говорит не нужно принимать индивидуальный метод как нечто ненаучное понимаете в учении говорит кроме всего прочего и вопросу о субъективном еще дополнительно дело в том что Бердяев Бердяев вообще считал размышляя познание объекта считал что существует не объект а объективизация которая является проекцией внешней манифестации внутренней активности субъекта он дословно писал объект есть порождение субъекта лишь субъект экзистенциален лишь в субъекте познается реальность это казалось бы понимаете ученому дай эту фразу и сразу будет куча возражений и недоразумений и много споров по этому поводу а если посмотреть с позиции адвайтовиданта например то есть единый субъект есть единый субъект а мы все его объективизация этого единого субъекта и это сочетается формулировка что есть объект есть порождение субъекта и лишь субъект экзистенциален или в субъекте познается реальность это вытекает просто из индийской философии из платонизма вытекает ну и вот по поводу Менского по поводу его методологических дополнений которые он тоже действительно субъективный или индивидуальный метод дополняет каждый человек даже подходящий в пространство входящий в пространство где происходит эксперимент а в квантовой механике это пространство может отделяться от субъекта на тысячи километров в силу нелокальности этот сло может существовать одновременно в других пространствах и мирах понимаете иметь другие размеры не эти полтора метра про которые говорил Лев Мирович вполне там потому что там другие причинно пространство временные связи и так далее а в других мирах уже существуют другие связи пространства и времени и симметрия что-то важно сказать важно важно я хотел сказать что человек присутствующий как наблюдатель а любой наблюдатель задает вопросы и любой наблюдатель в какой-то степени измеритель через свое восприятие в какой-то степени пусть это не очень сознательно он влияет обязательно на исследуемый объект и он становится самим этим объектом есть способы сознательно становиться объектом чтобы его менять иногда для этого вот ушла Елена Михайловна нужно дополнительно использовать какие-то качества энергии в химических например опытах а химические элементы на самом деле это неправильное название об этом с позиции учителей это качество энергии которые имеют определенные закономерные взаимосвязи между собой и так далее да иногда нам не хватает в нашем сознании чтобы эту реальность и субъектом не хватает каких-то инструментов построения и тогда мы вынуждены вот как она говорила приобрести эти инструменты за счет денег средств и так далее но то что происходит с наукой это системный процесс человечество потеряло образ будущего человечество потеряло стратегические ориентиры его преображения его путей сознательного преображения материи жизни мира самого себя и так далее оторвавшись от эра и мучительно возвращается к этому сейчас и когда то что говорил Владимир Григорьевич конечно здесь не только техническая сторона органа проекции вот до Лоренского был в этом направлении такой фефнер который считал землю огромным живым организмом душа которая состоит из душ всех людей и связана с сообществом планетарных душ космической иерархии ведущей к Богу и он естественно научные методы занимал и определял как обобщенные посредством индукции реаналогии научные методы которые связаны не с материально техническими средствами были такие люди золотое сечение через это же водил как определенный инструментарий другой предшественник цейзинг это все 19 век вот а я так хочу закончить просто тем что вы сказали в Платон хочу закончить потому что на самом деле много можно еще здесь говорить прежде всего о психической энергии и о том что вот в экспериментах с психической энергией когда присутствует человек ну это у Бакстера описано это классические эксперименты по влиянию человека его мысли на растения с приборными объективизацией когда присутствует человек который несет себе из прошлого молча негативную установку он просто в своих лабораториях сжигал растения и по весу определял значит их материальный состав и эксперименты которые у Бакстера воспроизводились просто при его присутствии все заглохли не мог понять а так воспроизводилось отношение к растению плохое и хорошее поэтому в каком мире находится человек в его сознании тот мир он и притягивает тот мир он и проецирует ему все есть проекция какого-то мира высшего я хочу закончить словами Платона в науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека которое другие занятия губят и делают слепым а между тем сохранить его в целостности более ценно чем иметь тысячу глаз ведь только при его помощи можно увидеть истину вот чистая душа глаза и сердце помогают нам увидеть истину к этому будем стремиться внести эти мысли и в науку а главная методология будущей науки это живая этика спасибо спасибо спасибо